Привет, мой друг! На связи Макс Климов и сегодня качаем заднюю дельту. Если подумать, на заднюю дельту не так уж и много упражнений. Но, тем не менее, подобрать одно базовое и пару изолирующих движений, чтобы пробить точно тот участок, который ни у кого практически не поддается, не так уж и сложно. Отмечу, что кроме тех упражнений, о которых речь пойдет сегодня, заднюю дельту неплохо нагружают фронтальные тяги на спину. Вот это, например. Но для того, чтобы это произошло, нужно держать спину прямой и свести лопатки. В противном случае, если ты скрючишь позвоночник, задняя дельта практически не включится в работу, да и риск травмы возрастет. Техника, бро. Техника. Исходя из этого, задняя дельта имеет смысл тренировать на одной тренировке со спиной. Но если же они разнесены у тебя по разным дням, то позаботься о том, чтобы между этими тренировками было хотя бы пару дней, чтобы дать мышцам восстановиться. У меня на плечи отдельный день, в который я сначала тренирую средние дельты, ссылка на видео на экране и внизу в описании, а потом перехожу к задним. Ну что же, переходим к тренировке. И первое упражнение это тяга лихения. На мой взгляд, это единственное эффективное многосуставное упражнение для задней дельты, которое позволяет работать с относительно большим весом. Альтернативой может быть тяга штанги в наклоне, широким хватом с разведенными локтями в стороны. Назовем ее тягой к подбородку в наклоне. Но крайне сложно избежать чрезмерной нагрузки на поясницу во время выполнения, поэтому упражнение не рекомендую. Вернемся к тяге лихения. Чтобы контролировать движение и вектор нагрузки, что крайне важно для точечной проработки заднего пучка дельтовидной мышцы, советую выполнять упражнение в тренажере Смита. По технике выбирай комфортную ширину хвата, при которой не будет дискомфорта в суставах. Спину держи прямо, локти не разводи и веди вдоль корпуса. А тренажер Смита дает еще одно преимущество. Ты можешь свеситься немного вперед, без риска треснуться носом об пол. Важно отметить, что тяга лихения – это упражнение, которое выполняется в неестественном положении для твоих суставов. Поэтому не нужно ставить рекорды ни в рабочих весах, ни в амплитуде движения. Второе упражнение – отведение рук назад в тренажере. И если вылет спинки регулируется, выставляй ее таким образом, чтобы руки шли по естественной дуге. Не нужно превращать выполнение упражнения в извращенную версию фронтальной тяги. В ходе выполнения движения руки немного согнуты в локтевом суставе и локти отведены в стороны. Но во время движения работает только плечевой сустав. Локти зафиксированы. В технике есть вариативность, определенная тем, каким хватом ты держишь рукояти – прямым, обратным или нейтральным. Конкретную рекомендацию не дам, все очень сильно зависит от субъективных ощущений. Выбирай тот хват, при котором лучше будешь чувствовать заднюю депту. Я, например, чередую эти хваты раз в 1-2 месяца. Это позволяет разнообразить тренировочную нагрузку. По высоте хвата кисти должны располагаться чуть выше уровня плеча. Третье и заключительное упражнение – это махи гантелями в наклоне. И это невероятное упражнение. Невероятное потому, что тяжело поверить глазам, когда ты видишь технику выполнения этого упражнения практически всеми посетителями тренажерных залов. Чрезмерные рабочие веса, размахивание корпусом вниз-сверх, отведенные локти назад – словом, полный набор, который абсолютно выключит заднюю дельту из нагрузки. А нужно сделать все в точности наоборот – наклони корпус вперед и зафиксируй в таком положении. Я уже вижу, как ты тянешься к 20-килограммам гантелям. Ай-яй-яй! Брось бяку, хватай парочку по 2 килограмма и вперед на 12-15 повторений. Разводи руки в стороны таким образом, чтобы они шли не назад, а немного вперед. В верхнем положении локоть чуть впереди плеча, а кисть чуть впереди локтя. Также в верхнем положении локоть должен быть чуть выше мизинца, а мизинец выше большого пальца. Рука же немного согнута в локтевом суставе и зафиксирована в таком положении. Движение выполняется только за счет плечевого сустава. Как вариант упражнения можно заменить или дополнить махами в наклоне в блочном тренажере. Все рекомендации, которые я дал для махов гантелями в наклоне, актуальны и здесь. Добавлю, чтобы нагрузка шла именно в заднюю дельту, нужно встать не строго в середине рамы, а сделать шаг вперед. А как ты тренируешь заднюю дельту? Делись в комментариях. Ну и конечно, спасибо за лайк и подписку на канал. А на связи был Макс Климов. Peace!